Спасибо за приветственные слова. Удельный вес злокачественного образования печени как 1-2 стадии, так и у больных с 3-4 стадии в течение последних 10 лет резко растет. Также мы видим, что распространенность злокачественного образования печени за 10 лет значимо выросла. Но при этом, если мы посмотрим на летальность больных в течение года с момента установления диагноза, мы видим, что она остается примерно на том же уровне. Конечно, первый вывод можно сделать о том, что скорее всего улучшились методы диагностики, в связи с тем мы уже видим гораздо больше больных. Кроме того, конечно, мы понимаем, что чаще больные начали обращаться за помощью. Но, кроме того, можно сделать огромный вывод, что скорее всего начали развиваться лечебные опции. И такая же тенденция наблюдается во всем мире. То есть мы видим по данным статистическим по всему миру, как в Европе, так и в Штатах, так и в странах Азии, что растет заболеваемость, выявляемость случаев опухоли печени. Но при этом смертность на первом году остается примерно на том же уровне. И, конечно, мы, если обратим внимание на клин рекомендации различных сообществ, в частности, здесь мы видим рекомендации ЭСМО. Если в 2010 году они выглядели вот так блекло и, например, помещались фактически на четырех строчках, то уже с 2018 года мы видим, что авторы добавили ярких цветов, красок и красивые таблицы. Мы видим, что уже лечебные опции необходимо как-то классифицировать в виде таблиц, схем и так далее. То есть уже появилось гораздо больше различных лечебных опций. Одной из таких является, конечно же, радиоэмболизация, которая с 2018 года вошла практически во все клин рекомендации, в том числе и в нашей отечественной. Но как же так получилось, что такой метод, а точнее бы сказать технология, которая по сути своей является довольно сложной с точки зрения логистики, с точки зрения включения специалистов в различных областей для выполнения одной вот этой операции. Как получилось, что вот такая сложная технология так быстро, за такой короткий период времени развилась во всем мире? Все началось с конца 50-х, начала 60-х годов, когда начала изучаться дистанционная лучевая терапия. И тогда уже авторы пришли к выводу, что при использовании внешнего облучения риск лучевого гепатита возрастает при дозе более 30 грей, которая явно недостаточна для повреждения опухоли. И начали применяться, точнее бы сказать, начался активный поиск локальных методов воздействия на опухоль. Перед вами первая в научной литературе работа о местном противоопухолевом эффекте радиоактивной изотопа И3-90, статья на оригинальном языке из Японии, 1964 год. Фактически это дата начала изучения метода радиоэмболизации. С тех пор, конечно, было выпущено очень много публикаций, рандомизированных исследований вплоть до 2004 года. И 2004 год, можно сказать, явился переломным, когда FDA США санкционировало клиническое использование стеклянных микросфер И3-90, террасфер, на тот момент принадлежавших МДС Канада, для лечения гипоцеллюлярной карциномы и метастазов колоректального рака. Фактически, с 2004 года началось активное изучение, уже легитимное изучение метода радиоэмболизации. В настоящий момент в мире три крупных производителя. Boston Scientific, производящий стеклянные террасферы. Sirtex, производящий Sir-сферы. И недавно на рынке появились Quirum Sphere, который производит Terum, который, по сути, отличается от предыдущих тем, что радионуклид здесь Гольмий-166. То, о чем я говорил, что с 2004 года началось активное изучение, вы можете наблюдать на этом слайде. Мы видим, сколько в настоящий момент проходит клинических исследований. Зарегистрировано общее количество 92 исследования, при этом опубликованы результаты всего лишь 7. 32 исследования еще даже не началось и только планируется. То есть мы понимаем, что этот метод активно изучается. И становится понятно, что фактически радиоэмболизация – это методика, которая находится в настоящий момент в мейнстриме. Еще одно важное событие для развития радиоэмболизации произошло уже в этом году, в марте, когда FDA уже фактически дал полностью зеленый свет для использования террасфер на всех стадиях гепатюлярного рака. И фактически сейчас метод может использоваться как при стадии BCLC-A, так и на C. На данном слайде представлена карта, это данные 2016 года. ЦИРС опубликовали карту, на которой продемонстрированы центры Европы, которые занимаются радиоэмболизацией печени. Мы видим, что практически каждая европейская страна имеет от 1 до 10 сертифицированных центров, которые могут выполнять радиоэмболизацию печени. Что еще важно, те три производителя, которые мы показали несколько ранее, имеются официальные данные о том, что ежегодно они производят до 30 тысяч индивидуальных доз микросфер ежегодно. То есть фактически это покрывает необходимость Европы, Соединенных Штатов Америки и стран Азии. При этом на карте мы видим, что постсоветское пространство не имеет ни одного центра, Россию вообще на этой карте не продемонстрировали. Тем не менее, история радиоэмболизации в России, начиная с 2009 года, когда впервые в Институте Гранова, а затем и в научном центре имени Блохина, было выполнено первое применение стеклянных микросфер И3-90 террасфер. Суммарно было выполнено 6 процедур, и это фактически, можно сказать, начало истории этого метода в России. Тем не менее, дальнейшего развития по разным причинам не произошло. Однако, что очень важно, с 2011 года одна из компаний уже имела регистрационное удостоверение для применения радиоэмболизации И3-содержащими микросферами. Тем не менее, ни одной процедуры в нашей стране выполнено не было. Однако, команда МИЦ-радиологии во главе с академиком Андреем Дмитриевичем Каприном с такой расстановкой дел была не согласна. И совместно с компанией Бэбик в 2018 году началось производство отечественных микросфер, содержащих И3-90, которые в настоящий момент называются мультисфер. И в апреле 2019 года, если быть точным, 25 апреля, была выполнена первая радиоэмболизация печени микросферами отечественного производства. Об этом было сделано много публикаций, много об этом освещалось в СМИ. Конечно, всем интересны результаты. Вот перед вами первый пациент, которому была выполнена радиоэмболизация печени. У пациента огромная гепатюлярная карцинома, занимающая всю правую долю и четвертые сегменты печени. Изначально, после трех курсов химиоэмболизации, мы наблюдали стабилизацию, незначительное уменьшение размеров опухоли. Учитывая уже имеющиеся ангиографические данные и данные КТ, было принято решение о выполнении сразу двух курсов радиоэмболизации печени. На первом этапе микросферы были введены через правую печеночную артерию. Мы видим ангиограмму, видим, насколько выражен неоангиогенез. Микросферы удалось локализовать в пределах опухолевой ткани. Шунтирование в легкие выявлено незначительное, 2,5%. Выполнена радиоэмболизация. После первого курса мы уже получили значимое улучшение в виде уменьшения размеров опухоли, изменения ее плотности. Через три месяца после первой радиоэмболизации выполнен второй курс, через левую печеночную артерию. Мы видим, что микросферы локализованы по данным АФЭКТ в медиальной зоне опухоли. И вот такой ответ мы получили через 31 месяц после радиоэмболизации. С 23 см опухоль уменьшилась до 8 см. ЭКОК из 3 перешел в 0-1. Пациент продолжает жить, работает. В общем-то, продолжается его динамическое наблюдение. Еще один интересный пациент, 74 года, гипоциллярная карцинома, занимающая всю левую долю, второй, третий сегмент, если быть точным. Все это проходит на фоне цирроза печени вирусной теологии, на фоне хронического вирусного гепатита С. Микросферы были введены в левую печеночную артерию. Мы видим, что они локализованы в пределах опухолевой ткани. И вот такой эффект был получен спустя 18 месяцев после радиоэмболизации. Фактически мы получили полный ответ в виде радиационной бисегмент-эктомии. И еще один интересный пациент, третий пациент, которым выполналась радиоэмболизация в 2019 году. ГЦР в правой доле очаг на фоне цирроза печени вирусной теологии. Мы видим по данным ангиограммам, что опухоль, она такая стелющаяся, распространяется к воротам. Тем не менее, удалось локализовать микросферы в пределах опухолевой ткани, шунтирование до 5%. Через три месяца получили выраженный ответ. Вот такую зону только наблюдали в паренхеме печени. И еще через три месяца выполнена атипичная резекция печени. По данным морфологического исследования опухоли обнаружено не было. На данном слайде мы видим КТ-скан. Уже спустя полтора года после операции данных за рецидив получено не было. Уже наши первые результаты позволили попросить, скажем так, помощи министерства. Министерство здравоохранения отозвалось на нашу помощь и был утвержден протокол клинической апробации, радиомболизация с использованием микросфер, содержащих радионуклит И390 при гипотезулярном раке. С этого года уже мы работаем по этому протоколу. В нашем центре выполнено уже порядка 10 радиомболизаций по протоколу клинической апробации. И уже первые результаты даже этого года показывают положительные результаты у всех больных. Ну и на этом, конечно, команда МИС-радиологии не остановилась. С этого года, с сентября, начинаются клинические исследования совершенно новых альбуминовых микросфер на основе РЕНИ-188, которые получили название ГИПОТРН-МРНС, и, конечно, на них мы возлагаем тоже огромные надежды. Ну и в завершении, что стоит отметить? Однозначно, радиомболизация – это новое, это мейнстрим, и долго еще будет это оставаться очень обсуждаемой темой. Это современно однозначно, это перспективно. Мы уже убедились, что это эффективно, но также стоит отметить, что без объединения усилий это просто невозможно. Мы еще раз благодарим всех тех, кто принимал участие в развитии радиомболизации в нашей стране. Еще раз передаем привет из славного наукограда города Обнинска. И еще раз благодарим всех организаторов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok